Там два парня, Серёжа и Тима, такие вещи вообще рассказывают, что мы с тобой через год сидим на пангане с ноутбуками. Новая жизнь стоит 18 тысяч рублей? Стоит очень много. Мне пришла идея. Он говорит, какая? Можно всё это взять и перенести в онлайн. О, Господи! Не говори так! Я говорю, подожди, что происходит сейчас? Так не бывает! Я старший лейтенант ГИБДД. Включаю утюг, а в утюге у меня реклам-акселя. Всё придумали велосипед, да, если есть такси. Сегодня в нашей студии очень красивая семейная пара. Это Ольга и Георгий Чистовы. Вместе они открыли онлайн-школу имиджа и стиля. Ольга и Георгий уверены, что чувство вкуса может развить любой человек. Главное только очень хотеть и много стараться. Ольга настоящий трудоголик. Она занимается стилистикой уже более 8 лет. Но в определенный момент она почувствовала, что в оффлайне она не может преодолеть верхнюю планку в 300 тысяч. Поэтому они с супругом решили масштабироваться и уйти в онлайн. Сейчас обороты в онлайн-школы составляют более миллиона рублей в месяц. Как развить чувство вкуса и зарабатывать больше миллиона рублей на онлайн-школе по имиджу и стилю, смотрите в новом интервью на канале Акселератор. Ну что ж, друзья, идет третий день ежегодной конференции по онлайн-образованию в Сочи. Скоро у нас тут будет выступать Ирина Хакамада, выступление, которое мы очень ждем. Скоро пойдем. Пока у нас есть время, мы хотим, прости, очередное интервью с нашими резидентами. Это Георгий и Ольга Чистовы. И у них онлайн-школа по имиджу и стилю. Расскажите, пожалуйста, откуда такая страсть к стильной одежде, откуда такой вкус? Вкус, на самом деле, он может быть как врожденный, так и наработанный. У нас это больше именно эксперт Ольга, то есть моя супруга, и она это сделала, то есть она наработала. Вкус это как врожденное, так и приобретенное. Вот что касается врожденного, у нас в России, на самом деле, с этим очень большие сложности. Это больше европейские страны, там можно говорить о том, что вкус впитывается с молоком матери. А в России вкуса его никогда не было. И если говорить про таких экспертов, как я, то это действительно скорее взрослые люди. Мой вообще опыт, в принципе, работы как таковой в этом обществе, он начинался совсем не в фэшне. Я старший лейтенант ГИБДД. То есть здесь это небо и земля, где стиль имидж, а где сотрудник полиция. И как вот выступал Саша, наш друг, когда у тебя есть приказы, есть указания, и потом раз и фэшн. Вот как. И это развивается, действительно развивается. Мы даже на вебинарах, которые сейчас у нас идет, курс подготовки профессионального стилиста, есть бесплатный вебинар. Мы показываем мои фотографии 2005 года, Ольга Чистова, лейтенант, и показываем фотографии 2019 года. А вот, пожалуйста, стилист. То есть развивается абсолютно все. Можно научить ездить медведя на велосипеде, не то что девушку круто выглядит. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар «Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». В какой момент ты поняла, что ты можешь этому учить, что у тебя есть достаточная экспертность, чтобы делиться этим с людьми? Я обучаю достаточно давно в фэшн-индустрии, как я уже сказала, я с 2005 года, в стилистике более 8 лет. И тогда, когда получилось так, что я не смогла брать столько частных консультаций, сколько людей, и моего времени стало недостаточно для этого, я запустила обучающий курс. На этот обучающий курс при моем перфекционизме я брала не более 5 человек. И, естественно, это был потолок. Я брала несколько курсов в месяц. Семья меня не видела в принципе. Я не видела ребенка, не видела супруга. Я только проводила все выходные, у меня были оффлайн-курсы. Очень классно они заходили, очередь выстраивалась на год вперед. И был апрель, и я уперлась в так называемый финансовый потолок. Я прям специально себе создала месяц, я задала себе вопрос. Сколько я могу заработать максимально? Вот прям вот, чтобы была грань, вот сейчас я умру. Я работала каждый день. Бывало такое, что я приезжала в 3 часа ночи, и в 5 я снова садилась за руль. И ехала опять на шоппинге, на какие-то презентации, на показы. И вот в стилистике, опять же, сейчас начинающий стилист скажет, «Вау, да это же круто, да ты что там, вы заелись?» 300 тысяч рублей. Все, дальше ты просто умираешь. Либо тебе нужно повышать чек, но не всегда на это есть внутренняя мотивация. Вот это вот доказывает своим клиентам, с которыми ты уже работаешь годами, о том, что, а давайте-ка мы, вот у нас с вами шоппинг стоил 30 тысяч рублей, а давайте-ка сейчас до 70 поднимем. И клиент, а как же так? А как же мы теперь будем жить? И вот в этот момент, когда вот это вот состояние было просто овоща, я думала, как, как это все масштабировать, и чтобы им не объяснять, почему теперь по-другому, и чтобы вот этот потолок, просто вот его прострелить. И тут пока попадается что? Я включаю утюг, а в утюге у меня реклама акселя. В утюге? Да, потому что они в каждом бытовом предмете. В телевизоре, в ВКонтакте, в Фейсбук, в Инстаграм. А я включаю утюг, у меня в утюге аксель. И я говорю, Георгий, смотри. Да, 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 и к этому надо стремиться, это очень круто, на самом деле. То есть я считаю, что любая компания, которая себя профессионирует как лидер рынка, они должны быть везде абсолютно на первой позиции, как аксель. Я просто к чему? Мы хотим перенести и переносим. Мы, в принципе, все берем. Зачем придумать велосипед, если есть аксель, который я сделал очень крутой кейс. по сути, вообще развил индустрию целую новую. И по сути, как бы, мы просто берем на свой лад, переделываем, делаем так же. Наверное, где-то круче даже. Стараемся делать, пытаемся делать. Вот, и, ну, как бы, это самое основное. То, что мы, самое, как Ольга сказал, что вот есть потолок. Для меня онлайн это изначально было прям праводушиной, вот прям пилюля для меня, как у меня 32 года. Я понимаю, что если я сейчас там за ближайшие 10 лет ничего не сделаю, я потом ничего уже не сделаю. Вот, в принципе. Ну, это моя личная позиция. Может, она неправильная, я не знаю. Можно и после 40-ки что-то делать. Но надо делать именно сейчас. У меня был оффлайн бизнес. И я уперся на такой потолок. И то же самое было абсолютно. То есть была сумма, не было времени. И не было понимания, что дальше. А здесь, ты понимаешь, что здесь просто ты можешь вообще бесконечно. Голубые океаны, ты чувствуешь? Да, закончится Россия, есть Европа, есть Азия, есть Америка. Запускать онлайн бизнес – это волнительно и немного страшно. И мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от «Акселератора». Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Вот Георгий говорит все больше про финансовые возможности. Естественно, я не буду лукавить. Для меня это очень важно. Но я еще хочу сказать относительно миссии. Ведь онлайн, он дает возможность масштабировать миссию. И если мы берем сарафан, рекламу, ну не будет этой масштабности. А когда у тебя школа, которая работает, у нас ученики и за границей, и действительно можно выйти на европейский рынок, эти мысли есть. Ты просто несешь свою миссию, да, у меня есть общая миссия. Я обучаюсь стилистов и говорю то же самое. Вы не конкуренты. Вы коллеги. И как говорил Кучмент Бизнес, это игра в паз. И вот у стилистов эта игра в паз такая же самая. И кто считает, что каждый стилист конкурент другому, наверное, проблема в стилисте и в его компетенциях. Стратегию голубого океана никто не отменял. Сегодня у меня есть идея, если завтра ее заберет мой ученик, послезавтра я придумаю еще более новую идею, готовую ее остальным ученикам отдать. Потому что у нас с ними есть общая миссия делать мир красивее, делать мир счастливее. Ведь женщина, когда попадает к классному профессиональному стилисту, она расцветает, она выходит замуж. Она находит ту работу, которая ей действительно по душе, она получает ту самую должность. Она расширяет круг коммуникации, она выходит на совершенно другой социальный уровень. При помощи онлайна можно выходить вообще на другие горизонты и эту миссию просто отдавать людям. Естественно, это за деньги, да, конечно, но возможностей гораздо больше. И следующий момент, это очень важно для экспертов, наверное, для экспертов это более важно, которые живут в регионах. Мы сами из региона, мы базируемся, я это так называю, у нас место дислокации, штаб-квартира у нас в городе Камбар. Калуга, да, причем мы говорим... А еще есть офис в Нью-Йорке, конечно. То есть Калуга-Нью-Йорк. Ну я как-то я шучу. Почему мы говорим, что место дислокации? Потому что у меня очень много работы в Москве, это проекты, это телевидение, являюсь экспертом на СТС, на телеканале «Пятница». И плюс шоппинги, плюс выезды в Милан на шоппинге с клиентами, то есть везде, да. Калуга – это ребенок, и по сути, ты когда живешь в регионе, там не так много мест для выхода и для как раз вот этого вот расширения круга общения. И эксперт региональный начинает обрастать комплексами, что он не из Москвы, да. Вот, к сожалению, эту боль знают только региональные эксперты. И в Москве средний чек выше, например, у стилиста в регионе средний чек там полторы тысячи рублей. Когда я говорю, что у меня три с половиной пять за час работы, ты же из региона, одну секунду. А чем мои навыки, чем мой регион хуже? Я столько же оплачивала за обучение, у меня бэкграунд даже больше, чем у многих столичных стилистов. Я делаю круче, опять же, по фидбэку из Милана, да, по итогам работы с фэшн-фотографами, что я собираю луки круче, чем европейские стилисты. Ну и что, что я живу и место дислокации в Калуге. Так вот, выход в онлайн, он дает возможность преодолеть комплекс регионального эксперта. Ты становишься везде, ты просто захватываешь этот мир. И сам эксперт получает подтверждение своей экспертности, когда у него появляются заказы, появляются покупки. Но, опять же, здесь должен быть очень классный продюсер. У тебя был офлайн бизнес, правильно? Какой? Китер. Дорно. Долго я его продвигал, продвинулся очень хорошо. У нас все было замечательно. Но, как я уже говорил, что уперся в потолок и понял, что это на самом деле конечные цифры. Когда я пришел, никто не знал, что в Калуге снова окей. Я работал официантом, пока учился, подрабатывал официантом. Ну и вырос до топ-менеджеров разных кей-тенг, в которых работал. В Калуге никто не знал, мы вывели на определенный уровень. Вообще, в принципе, индустрию какие-то. И все, и уперся. Расскажите про приход в акселерант. Мы ездили в машине. Как ты думаешь? Не так все было. Я начала, я же издалека. Это же, как вот говорит наш астролог, в тебе Венера. И я еду, как сейчас помню, за рулем. И говорю, я так устала. А мне на следующей неделе опять на шопинг, опять вести курс, опять вот это все. Ты понимаешь, как я устала? Ну, отдохни, я же не могу отдыхать. Гош, ты знаешь, мне пришло... Наныло. Мне пришла идея. Он говорит, какая? Можно все это взять и перенести в онлайн. Это ты говоришь? Да. Потому что я первая посмотрела этот вебинар. Он не видел. Я сначала все это... Ну, я вообще, в принципе, такой... Я сама вела свой бизнес в офлайне. Он не имел к нему никакого отношения. Да, вот Георгий сказал, что он первый в регионе, кто зародил кейтринг, а я первый стилист дипломированный в регионе. То есть до меня стилистов не было. Я в 2010 году пришла и сказала, здравствуйте, я очень красивая Ольга Чистова, теперь я буду вашим стилистом. Через что нужно было пройти? Через вот эту ортодоксальность, через доказательства и так далее. И когда вот это уже все вышло на уровень, когда вот 300, и мне как бы уже не интересно, я понимаю, что нужно делать одно и то же. Я говорю, Георгий, а может быть в онлайн? Там два парня, Сережа и Тима. Такие вещи вообще рассказывают, что мы с тобой через год сидим на пангане с ноутбуками. Ольга озвучила те мысли, которые у меня уже были давным-давно. Я просто не знал, как что дальше, куда идти, как можно масштабироваться. То есть я понимал, что в нашем, в моем бизнесе все вышка. Дальше люди переезжают в другой регион, то есть это Москва, а там совершенно другая конкуренция. И у меня огромная была проблема в том, что проблема с кадрами, когда решать все. Как бы огромнейшая проблема была. То есть если я куда-то уезжал отдыхать и оставлял мероприятия на проведение там своим менеджером, постоянно были проблемы. Вот постоянно. То есть я не мог оставить. Хочешь хорошо, сделай сам, как говорится. И вот эта вот схема, она работала в офлайн-бизнесе постоянно. Соответственно, здесь вот прям выход. Я даже думаю, ну в онлайне-то я по-любому найду людей. Ну то есть там гораздо шире аудитория, гораздо больше выбор. То есть ты можешь протестить одного ферма, третьего, четвертого, пятого, и ты все равно найдешь свой человек. Аутсорсинг? В офлайне это очень сложно сделать. Особенно в регионе. Я нашел всех своих подрядчиков в акции. Всех. Не на сайте, кто кого рекомендует, а именно в сообществе, в нашем потоке, в наших чатах. То есть я говорю, мне нужен там таргетолог вначале. Мне сразу кидали таргетолог. У меня с одним проработка не зашло, с вторым не зашло, с третьим зашло. И мы до сих пор с ним работаем. Я вообще хотел сказать, что сила как бы акселя, которую я не понимал изначально вообще, за что платить деньги. Сила не в Сергее, в Дмитрии, да, а сила именно в людях, которые дают тебе реально очень крутой результат груза. То есть ты его достигаешь. Ты пришел с такой же болью, с таким же началом. То есть кто-то лучше, кто-то хуже. У нас был продукт, у кого-то не было продукта. У меня есть эксперт, у Саши не было эксперта. Он нашел. Важно то, что результат в группе достигается гораздо быстрее, продуктивнее, круче и проще. И веселее. Это что самое главное. Скажите, вы пришли в акселератор, вам сразу дали кучу информации. Лендинги, трафик. С чего вы начали? У нас было преимущество. У нас уже были готовые продукты. Во-первых, был эксперт. Это я. Во-вторых, был уже готовый продукт, который просто нужно было из оффлайна запаковать в онлайн. И Оля очень круто ведет вебинар. Вебинар у нас как основная наша прогревающая сторона во всей воронке. Ну, как классическая воронка вебинар. Арт-вебинар я потом уже встал. То есть это самый главный, ключевой элемент во всей цепи. Если нет крутого вебинара, соответственно, нет продажи. Когда вы запустили свой первый вебинар? На битве. На битве это было летом 2017 года, получается. Ну, мы вообще находились в Крыму. Мы запустили первый вебинар. У нас отключили интернет. Мы нагнали лидов. Ну, основных. Ничего не тратим. Мы потратили 6000 рублей на запуск. В Instagram мы собирали трафик. Да. И у нас основной трафик был именно с акцентом. Ну, просто, блин, проще поддержать. Это не наша целевая аудитория была. Ну, просто сказать, было круто. И у нас отключили интернет. Прямо во время вебинара? Да. Такой эпик фейл был. Первый вебинар. И у нас отключили интернет. Ничего. Отменили. Отменили? Потом снова. Мы отменили. Мы как бы извинились, да. Сделали рассыпку. Сказали, что извиняемся. На следующий день давайте проведем. Естественно, пришло там 30% таких, кто был. Но пришли, и мы, тем не менее, запустились. Мы на первый поток. 5 продаж мы сделали. 5 продаж, да. То есть, ну, порядка там 70 тысяч рублей. Какой у вас чек в школе? Сейчас 18, начиная с 12. А сколько пакетов есть? Это по одному продукту, ты говоришь? Это один продукт, да. Это один продукт. Это у нас продукт именно больше для себя, для женщин. И есть продукт подготовки именно профессиональных стилистов как профессии. И там уже средний чек 60. Да, и мы подошли к этому уже как бы больше понимая целевую аудиторию. Первое. Второе, понимая, в принципе, спрос на рынке. И вообще, я советовал бы всем начинающим, если у вас есть продукт, именно, и вы выбираете профессию или не профессию, начинаете сразу профессию. Профессию гораздо проще продавать. Почему вы спросите сейчас, почему так дорого? Потому что мы готовим не просто стилистов, мы готовим стилистов-предпринимателей. Средний чек на курсе три кита стиля 18 тысяч рублей. Женщина получает супруга. Новая жизнь стоит 18 тысяч рублей? Достаточно. Естественно. Точно так же... Чего супруга, не только супруга? Супруга, уважение, уверенность каждый день, кайфует от себя. Она получает новую жизнь за 18 тысяч рублей. И эти знания она может передать своей дочке, внучке, правнучке. За 18 тысяч рублей. Ну, это смешно. Это смешные деньги. Повышать надо? Конечно. Сейчас. Точно так же профессия стилист. 60 тысяч рублей на сегодняшний день стоит курс. Один день шоппинга в Милане стоит от 45 до 70 и более тысяч рублей. То есть это можно окупить за шоппинг. И я скажу больше, что сейчас мы побыли на конференции, и у меня очень много инсайтов. Я хочу переписать вебинар. Прямо у меня уже структура накидано. Все в заметках, как всегда. Голова кипит. Накидана структура. Я хочу переписать продающие вебинары и для одного, и для другого курса. Потому что, опять же, перфекционизм, он же, его никуда не денешь. Хочется еще лучше, лучше, больше, больше. Про успехи учеников я бы хотела рассказать. По курсу для женщин, по курсу три кита стиля, из того, что вот прям приходит в голову самый классный результат, когда пришла женщина на курс. Воспитатель в детском саду, 38 лет. Выглядит на неопределенный возраст от 20 до 50. То есть, ну, нельзя сказать, сколько ей. 38, 28, 48. Вот. Хотела продолжать работать с детьми. Но монетизация минимальная этой профессии. И ей супруг делает подарок. Она сама не решилась. Она считала, что это очень дорого для нее. Через неделю звонит супруг, говорит, все, отдайте свой курс. Я нашел деньги, пусть моя супруга учится. Буквально проходит три месяца, она начинает по-другому выглядеть. Дома цветы каждый день живые стоят, дети счастливы. Супруг мне звонит, поздравляет теперь на каждый праздник, потому что жизнь поменялась. И она поступает в университет, учится, в синергию она поступила. В общем, на сегодняшний день у нее свой частный детский сад. Частный детский сад. Частный детский сад изменила полностью. Полностью жизнь изменилась, да, при помощи курса, потому что она поменялась внешне, поменялось окружение, поменялось отношение супруга. Первая поездка в Европу была, вот это вот путешествие глаза везде, в общем, поменялось абсолютно все. Расскажите про трафик, про аудиторию, про как подогреваете. У вас уже была аудитория, ты поняла, да, Фёбла? Небольшая. У меня было в момент нашего запуска 4,5-5 тысяч подписчиков, не накрученные, все живые, все собранные на эфирах. Просто начали запускать таргетинг. Да, у нас один канал трафик, нужен момент, это инстаграм, но, естественно, как бы в планах расширения канал трафика, я же говорю, мы по модели акции, надо везде быть, но для этого нужна команда, мы потихоньку сейчас ее нанимаем, обрастаем этой командой. Можно ли сказать, что акселератор и онлайн бизнес дал вам свободу жизнь? Он дал возможность, он дал возможность коснуться бесконечной своей жизни. Перспективу, да, такую? Да, то есть это дистанция, и я понимаю, что на дистанции, если все делать круто, это как толчок, знаете, как Сергей Пропустин говорил, что есть предприниматели, вот Оля говорила, что миллион и остановиться, а есть предприниматели, спортсмены, которым интересно, вот, ну, я отношусь к спортсмену точно, стопроцентно, мне это интересно, и вот за ту возможность именно воплотить все, что я хочу, и вот этот вот пинок волшебный, да, который я без них бы никогда не сделал, вот стопроцентно бы не сделал, за, ну, это можно назвать, не знаю, свобода, не свобода, но возможность так точно, огромная возможность. Я дополнить хочу, еще в какой-то мере, да, акселератор дает свободу, свободу мышления, у нас Россия, это страна очень зашоренная, ну, так, без обид, да, все совпадения, просьба считать случайностью, и есть шаблон, есть оклад, ну, мы там еще все живем, особенно предыдущее поколение, оклад, зарплата, зарплата у жены, вот эти все истории, вот акселератор эти шаблоны рушат, и когда, допустим, я своей маме говорю, что мы сейчас стремимся, мы сейчас зарабатываем 800 в месяц, делаем, делаем оборот 800, стремимся к миллиону, вы знаете, что с ней было? О, Господи, не говори так! Я говорю, подожди, что происходит сейчас? Так не бывает! Вот потому что люди живут в шаблоне, у нас 90% людей живут в шаблоне, что так не бывает. Вот акселератор, этот шаблон просто разрывает в пух и прах, и ты, как сказал Георгий, да, ты становишься предпринимателем, спортсменом, и ты понимаешь, что если ты делаешь обороты в миллион, то, в принципе, ну, ты можешь делать и в восемь, и ты приезжаешь сюда, Существует становится. Да, ты приезжаешь на конференцию, и это невероятно крутое событие, и вот эта история, когда каждый участник делится, у меня восемь, у меня двенадцать оборот, у меня пятнадцать, стремлюсь к двадцати, и ты понимаешь, что это человек, который только что сидел рядом с тобой, и он также разговаривает. Сначала мы делаем продажи, только потом мы пишем курсы, совершенно верно, скрывать этого не буду, это на качество не влияет никоим образом, всегда все рассчитано. Это, наоборот, тебя мотивирует. Это мотивирует быстро делать, раздвинуть все дела, зато ты сделал продажи, ты понимаешь, что все, этот курс востребован. И ты делаешь все. Дайте людям то, что им нужно, дайте им какую-нибудь скидку или промокод для тех, кто хочет изменить свою жизнь, обновить свой стиль, все перестроить. Для того, чтобы вы могли правильную информацию транслировать своему зрителю, той целевой аудитории, на которую вы рассчитываете, воздействуете, и впоследствии, я думаю, что те, кто нас смотрят, смотрят нас не просто так, а потому что уже четко думают о том, чтобы создать свою онлайн-школу. Ваша портретная зона – это 99% успехов в продаже. И поэтому мы с Георгием посовещались и пришли к выводу, Я был против, конечно. Что мы вам сделаем очень классное предложение на наш курс, который уже на сегодняшний день является легендарным, таким, да, он прям, ну, хитовый. Курс «Три кита стиля», который в себе содержит три модуля. Это работа с цветом. Как классно сочетать цвета, ну, практически, вот как Георгий, да, он научился это делать. Я тебя люблю, мне все здесь сказали, а, ну, видно, что стиль имидж. То есть я с вами внешне виден, транслирую то, что я хочу рассказать людям. То есть мы собрались все здесь на конференции большой, и чтобы долго не рассказать, я просто оделся, чтобы все поняли, что у нас школа стиля имиджа. Совершенно верно, так это и работает. Не хочешь ты этого дела, оденься по-другому. То есть, ну, вот этим всем приемом, всем уловком мы учим именно на курсе, и вы сможете сами все это делать. Абсолютно точно. Это не Ольга меня одевает. Ольга меня одела бы еще хрещей, она нарядила бы меня в многослойность, которую я не люблю. Поэтому я одеваюсь сам, и я, ну, привык, волей-неволей я знаю этот курс. В общем, одежда облегчает акт коммуникации в разы. Помимо цвета разберем с вами фигуру, изучим сильные, слабые стороны вашей внешности, научимся в правильном ракурсе их преподносить, и разберемся, как же миксуются стили. И это все сыграет вам очень хорошую службу при формировании вашего бизнеса. Мы даем 5000 скидку на курс. Я был против, я сразу говорю, честно. 5000 рублей. Я был против, в форме настоял. 5000 рублей, прям вот деньгами даем скидку для всех тех, кто сейчас смотрит это, ну, классное видео, что вы же говорите. 5000 рублей на скидку на наш курс, на вариант участия золота, курс 3 китай стиля. Какой промокод? Все будут одеты. Хэштег «Все будут одеты». Вот такой вот мы придумали промокод. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, оставляйте лайки и комментарии. Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова